Переведено и озвучено по версии... КАЛАКЕН РАКУРС При земле 5 безумных трюков и получи штуку баксов! Окей, ребят, я супер рад этому видео. Потому что у нас здесь, наконец-то, Рикки Глаза. Примиком из Австралии. Он буквально приезжал и катался с нами где-то год назад. И после того, как он уехал, он написал мне в Инстаграме, типа... Если вам нужны ещё скейтеры, дайте мне знать. И я буквально сказал, да, приезжай сейчас. И весь прошлый год мы делали ему визу, чтобы он мог приехать. И это был самый безумный, самый тяжёлый процесс, в котором я принимал участие когда-либо. Чтобы ему одобрили визу, чтобы он мог переехать сюда. И он, наконец-то, здесь. И мы хотели сделать это приветственное видео для него. У нас есть особенные призы. Короче, он сделал это безумное видео на своём YouTube-канале. Где он прыгает через кокалку и делает кикфлип. И ещё даркслайд и всякие другие безумные вещи. И я понял, знаете, что нужно сделать? Давайте воссоздадим это видео в Брейл-хаусе с ограничением по времени. И если он сделает все трюки, которые мы для него приготовили, он получит тысячу долларов. Сразу ему скажем, добро пожаловать в Америку. И у меня есть ещё кое-что даже лучше, чем тысяча долларов. И оно скоро прибудет, оно уже в пути. Короче, окей. Я знаю, что одним из этих трюков должен быть даркслайд. Мы не можем воссоздать всё в точности, потому что у него была там покрышка, он делал через неё нолли. Делал хиппи-джамп через покрышку. Знаешь, где, может быть, можно найти покрышку? Да вот там, наверное. Возможно, на рельсах. Знаешь, пойдём посмотрим. Я должен сказать, что я очень рад, что он теперь здесь. Потому что он делает реально странные трюки. И я очень люблю на это смотреть. Потому что ты не знаешь, что произойдёт в следующий момент. Понимаешь меня? Окей. Покрышек нет. Но тут определённо можно что-нибудь подцепить. Тут стул. Очень старый футбольный мяч. Как думаешь, честно? Я чё-то задумался. А можно лечь на пути так, чтобы поезд проехал над тобой? Только один способ узнать. Сделаем это. Если вы думаете, что нам стоит снять об этом видео, пишите в комментариях. Ужасная идея. Я думаю, единственное, что может быть эквивалентно ноли хиппи-джампу через покрышку, это хиппи-джамп через перилу на пяти ступенях. Это ж круто, да? Это может быть даже лучше. А ещё он должен сделать грайнд с бокса на рейл. Это тоже будет в списке. Но я не уверен, откуда он возьмёт столько скорости. О, я понял. Что если мы поставим грайнд-бокс под углом? Чтобы он мог заехать сюда с Уолрайда. Довольно идеально, да? Честно говоря, это круто. Это целое видео из серии упорства. Крукет на крукет. Поставим вот так. Нам нужно поставить это сюда, чтобы он мог запустить доску вниз, она бы вылетала, и он приземлился бы в скат. Представь себе, он уже это делал, это ж так круто. А чё вы с этим делаете? Я думал, вы сделаете дроп-ин. Как думаете, 15 минут или 20 минут? Знаете, никто никогда эти челленджи не выигрывает. В этот раз я реально хочу, чтобы он победил. 20 минут или 15 минут для того, чтобы сделать 5 реально сложных трюков. Один из трюков это крукет с бокса на рейл. Он сделает это всё минут за 5. Ты так думаешь? Я не знаю, какие другие трюки, но вполне вероятно. Ещё хиппи-джамп через перилу. Да, он сделает это со второй попытки. Крукет-грайн с бокса на рейл. Это вторая или третья попытка. Окей. Кикфлип через скакалку. Он сделает это с первой. Дарк слайд. По рейлу. Я не видел, как он делает дарк слайд, но я не стал бы в нём сомневаться. И потом нужно запустить доску сюда, чтобы она вылетела вот здесь, с приземлением в скат. Я бы на это выделил минут 10. Короче, я бы предложил минут 15. Окей, тогда 15 минут. Это было оптимальное время. Да, так и было. Это правда. Как она открывается? Только не говори, что тебе не нравится, как это выглядит. А мне на день рождения такой сделаешь? Да. Давайте, мне нужен хор, я сам это не сделаю. А, один, а, два, а, чара, нюга, чучу. С днём рождения тебя! С днём рождения тебя! С днём рождения, дорогой Рики-глаза! С днём рождения тебя! Не волнуйся, это всего лишь торт-мороженое. Можно его съесть? Да. У тебя немного на носу. Окей. Чтобы поприветствовать тебя в Америке, у нас для тебя есть челлендж. А у нас есть морозилка, чтобы торт убрать? Давай я беру в морозилку, то есть в холодильник. Лучшая картошка фри, которую я ел, подаётся в этом месте под названием «Раллис». Просто лучшая. Я знаю это место. Окей. Вот наш челлендж. Пять трюков. Пятнадцать минут. Окей. Если ты приземлишь их все, ты получишь тысячу долларов. Ну ладно, погнали. Ребята думают, я спросил у Узи. Он говорит, ты приземлишь это всё с первой-второй попытки. Но я не пытаюсь на тебя давить. Первый трюк. Но ты можешь делать их в любом порядке. Все они основываются на том видео, которое Рикки делал. Мы пытались его привезти сюда, как я рассказал в начале видео, буквально где-то год. Все эти визы, бюрократия и всё такое. И вот ему наконец-то одобрили визу. Он прилетает в США. И в тот день, когда он прилетает в Америку, видео, которое он загрузил где-то год назад, да, буквально начинает вируситься. И набирает где-то 3 миллиона просмотров. И мы подумали, что лучшим способом вступления Рикки в Брейл Скейтбординг будет воспроизведение этих безумных вирусных трюков, которые он сделал в том видео. Да. Короче, один трюк это хиппи-джамп через рейл. Дарк слайд. Можешь сделать здесь, можешь сделать на вылете. Сам решай, где тебе проще. Я подумал, этот рейл будет схож с тем, на котором ты делал это видео. Он немного выше. Он определенно выше. Может тот? Так, это получается два, да? Потом. Кикфлип через скакалку. Блин, это будет сложно. Вот видишь? И потом, я не уверен по поводу этого сетапа, но это будет Крукет Грайнд на Крукет Грайнд. Мы повернули бокс, чтобы ты мог набрать скорость оттуда. Да, да, нормально. Ты думаешь? Итак, один, два, три, четыре. Что? Ты говоришь, это всего четыре? Ну да. Хорошее замечание. Еще один. Это может быть не совсем те условия, которые были у тебя. Ну ладно. Но ты стоишь вот здесь. Запускаешь свою доску. О, да. Вниз. И мы, наверное, будем держать этот кикер, чтобы он выпирал сюда. Да. И потом. Я просто скажу, эта доска вылетает, и ты просто приземляешь где-то. Такая задача. Ну просто офигенно. Приземляешь на наждак и засчитано. Да, круто. И вот это пять трюков. Я даже дам тебе некий бонус. Ты можешь сам выбрать себе скакалку. Ты знаешь, что у этих внутри подшипники? Да, я знаю. Я на самом деле сломал пару скакалок, когда делал тот трюк. Серьезно? Да. Хорошо, что у нас их три. Потому что я делал это на асфальте. Это же очень короткая. Нет, она нормальная. Что? Да, так, наверное, проще. И опять же, он должен проскользить по всей длине. Тебе нужно как-то специально приготовить к этому наждак? Да, я только что собрал новый комплит. Да, я знаю. Но я все равно могу сделать даркслайд. Понимаете, он все равно стачивается по краям. Но можно его срезать. Да, я его срежу. Люди кое-что не знают о даркслайдах. Это то, что из-за конкеева доски скольжение происходит здесь и здесь. А вот эта часть не скользит вообще. Так что если здесь нет наждака, она скользит хорошо. Доска цепляется вот этим углублением. Немного. Скоростных линий. Немного широкая. Я думаю, самое сложное будет со скакалкой. Серьезно? Потому что там сложное приземление. Могу ли я приземлить кикфлип? Но нужно приземлить его и продолжить прыгать. Да. И это была самая сложная часть. Да, хороший вопрос. А кто это судить будет? Мог ли ты, судья? Нет. Гляньте на него в этих безумных штанах. Что за хрень? Как делать даркслайд? Простейший способ. Как приготовить свою доску к даркслайду? Простейший способ с рейки глаза. Надо вырезать скоростные линии по бокам. Не уверен, что ты сможешь теперь сделать другие трюки после того, что ты сделал с доской. Да, может ты прав. Да, наждак больше не срезаем. Давайте уже. Давайте уже просто начнем. С какого трюка ты хотел бы начать? Может быть сначала хиппи-джамп? Или круг? Погоди, что там? Хиппи-джамп, скакалка, даркслайд. Вот это будет в конце. Да. Будет забавно. Начну с крюкида, потом хиппи-джамп, потом скакалка, потом даркслайд, потом это. Начну отсчет, когда он щелкнет. Ну что ж, тысяча баков? Тысяча баков? Американских баков. Американских баков. Подожди, нужно проскользить по всему рейлу. Давай слезай оттуда. Это было с первой попытки, и вот теперь мне страшно. Так даже лучше. Он сделал... Что он делает? Хиппи-джамп через рейл. Я реально этого боюсь. Ненавижу его. Ненавижу. Это уже два из пяти. Теперь скакалка. Он начал с простых вещей. Это должно быть на Олимпиаде. Нет, это точно должно быть на Олимпиаде. У него осталось всего 13 минут и 16 секунд. Мы, кстати, не включили в этот список кикфлип бэк-тейл кикфлип аут. Если он устанет на скакалке, то он уже не сможет сделать ту штуку. Это всё из-за того куска наждака, который он отрезал. Если б не отрезал, уже б сделал. 11 минут 56 секунд. Мы это считаем? Я не знаю. Он меня отвлёк. Да или нет? Да. Я бы хотел уехать, но я думаю, может быть... Может, это считается. Двое сказали да, значит, считается. Теперь даркслайд. Время даркслайда. Поэтому рейлу же ещё никто никогда не делал даркслайд. Надо сточить наш дак с краёв. Да. Я чуть не бросил свой телефон и не разбил его. Даркслайд делается вот так, а не вот так. А я вообще зашёл вот так. Знаешь что? Ты можешь делать его, как ты сам того захочешь. Не будем терять время. Даркслайд делается. Это было бы так круто. Шесть минут. Даркслайд делается. Хочу сделать ещё. Ещё один даркслайд? Даркслайд по наклонному рейлу. Окей, окей. Сделаем сейчас маленький. Это было очень ценно буквально. Даркслайд делается. Даркслайд делается. Даркслайд делается. Даркслайд делается. Ты учись кататься на скейте. Это супер весело и тебе понравится. На BrailleSkateboarding.com есть всё, что нужно.